Армия дотворена? Странное выражение лица. Вы что, сами нихрена придумать не можете? Меня бы за такое сразу убили и даже не подпускали бы к писанному столу. Войска обеспечены, вот тут вот их перекашивает, и ответа внятного добиться невозможно. Да поимейте совесть. Аппарат министерства пронзила мысли. Вот тут же народ же пишет же, мать вашу. Вы что, сами нихрена придумать не можете? И промышленность сделать не может. Откуда все эти автомобили ЛВП, итальянские и прочие мутопень? По цене Майбаха за каждую машину. И вы предлагаете нам воевать на них? Да поимейте совесть. А эти десантные корабли-доки? Кому нахрен они нужны? Для них цели нету. Ну начните хоть с машины. И начали. А к этому времени в результате многочисленных, а я бы сказал прополок, которые учинил Анатолий Эдуардович Министерство обороны, практически в заказывающихся министерствах не осталось ни одного вменяемого сотрудника. Приходишь в коридоре, ну старше майора просто никого не попадается. Откуда они взялись, не знаю. Но тут еще одна мысль пронзило министерство. А если попробовать американскую систему разработок? Вот мы кидаем клич, что нам чего-то надо. Прибегают представители фирм, и мы говорим, нет проблем, делайте за свой счет. Нашлось такое ОКБ, техника, которая сказала, хрен с вами, давайте попробуем за свой счет сделать вам машину. Не-не-не-не-не-не-не, сказала министерство. Машина должна быть маленькая, легонькая и стоит 3 копейки. Раз хотят за 3 копейки, значит никакого несущего кузова. О, це ж баги. ТЗ такое было невнятное какое-то. Я смотрел его, меня бы за такое сразу убили, и даже не подпускали бы к писемному столу. Министерство посмотрело, посмотрело, говорит, нет, херня какая-то у вас вышла. Ну-ка давайте мы сейчас ТЗ переделаем на разработку, и вы тут улучшите кое-что. Улучшили. О, получился, машинку назвали Сармат-1. Я смотрю как. Если вас удовлетворяет результат работы по ТЗ, опытный образец удовлетворяет, испытание прошел, закажите серию. Нет, мы так не будем. Мы сейчас еще раз ТЗ откорректируем, перспективу откроем. Вот пусть они сделают Сармат-2, размером побольше. Сделали. А двигателя-то под нее нет. У нас же вообще двигатель это расплюнуть. У нас даже авиационные двигатели всего лишь так лет по 10 делают. А автомобильные двигатели поршневые, так вообще мы не делаем сами. Как известно, «Жигуленки» на итальянских двигателе ездят. «Волги» на старых, «Фордовских» ничего. Сделали Сармат-2. Когда я спросил, пошел ли в серию, мне говорят да. Армия удовлетворена. Странное выражение лица. Спрашиваю, мы всех будем оснащать ею? В основном ВДВ. Ну елки. Но как только спрашиваешь, войска обеспечены, вот тут вот их перекашивает, и ответа внятного добиться. Все равно, как в фильме «17 мгновений весны». Невозможно. Невозможно. Ну ребята, ну вы можете что-нибудь ответить разумное, если на ленточке вышивают на буханках и старых уазиках? И где этот ваш Сармат? Ну и с нами уже есть Александр Коваленко, військово-політичный оглядач группы «Информаційный спротив». Пану Александра, вітаемо. Витаю. Как вам цей удар по Гудермесскому цему институту Путіна? Непогано. Тем более, что, в принципе, мы уже бачили, что наши дрони могут стягать в отстани 2500 км. Но именно по Чечне это удар первый. Особенно, это важно в плане психологического тиска на самого Кадирова, чтобы он понимал, что он не в каком-то безопасном региону на самом деле находится, куда не можно дотягнуться. Ну а второй момент, это то, что в этой будни происходил рекрутинг найманцев. И они там находились російськие найманцы, которых они не бирают из других стран. Близького схода, например, Центрального Азии и так далее. Отже, удар не просто так произошел, потому что такая стоит собі будивля, которая может достаточно легко спалахнуть. Что ж, давайте повернемося до наших справ на фронте. Я бачу, что очень много медиа закордонных сейчас придет увагу самым певнично-корейским войскам в Украине. Больше того, мы бачим, что делегация из Певденно-Кореи мает отбежать Украину. Это представители розвитки, которые хотят обедняться данными. И очень серьезно принимают ситуацию. Блумберг пишет, что участь Певнично-Кореи фактически в войне російсько-украинской это поворотный момент, который Захид просто не может проигнорувать и вариантов не так много, как отреагировать. Как на вашу думку, какой вариант может обраться врештой-рештой? Я навіть очікую реакции не только от Захода. Что может Захид сделать? Отправить свои військовые в ответ, чтобы они воевали на территории Украины за украинские войска? Ну, конечно же, нет. В никаком разе это не будет. Хотя бы надели дозволь на нанесенную ударов по территории РФ и далекобейной оружием. Это уже будет хоть что-то. Я больше очакую реакции от Поведной Кореи. От Поведной Кореи реакция может быть, по-перше, это делегация, что нам нужна информация о Поведной Украине. И это связано с тем, что у нас не приделались уваги к этой стране. Она не просто для нас была закрыта, она была не цікава. Она банально была до 2023 года взагалі не цікава. Мы ничего про нею не знаем. Все, что мы знаем, это просто на поверхность океана. Что до того, кто лучше знает, все певденно-корейские специалисты. И именно от них нужна информация как внутренне политические устрения Поведной Кореи, склад армии, возможности армии, потенциал, планы, прокланы так же очень интересен, потому что там все под контролем Кимченина. Насправді нет. В Певничной Кореи відбувалися цікаві події протягом десятиріч, які повязані також внутрішньою конфронтацією між впливовими, скажемо так, персоналями. І це все нам цікаво. Ну, і другий фактор, також дуже важливий від Південної країни, не забуваємо, що це одна з найбільших країн, країна з одним з найбільших військово-промислових комплексів. В них дійсно багато цікавої номенклатури як техніки, озброєння, боєприпасів, так і технології, якими ми могли бути зацікавлені. Південно-Креєво це дійсно країна, яка може на деякий час навіть компенсувати дефіцит та нестачу деяких засобів ураження та навіть техніки від наших партнерів, таких партнерів навіть як США. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.